дорогие братья и сестры я хочу вам рассказать сон который мне дал господь вот вижу я как летают самолеты и ездят поезда и границы они ездят на россии и во все страны и границы открыты потом я иду на другую улицу я вижу бочку я на ней остановлюсь и проповедую я вижу как люди подходят до меня и слушают потом я вижу как владимир зеленский выходит из здания и танцует когда да когда вид но и все и радует и радуется да то и люди на него все смотрят на радовались люди радовались потому что закончился карантин до закончился карантину владюшу было понимание что было окончание карантина и люди радовались и братья и сестры когда ребенок мне сказал что позавчера говорит мне приснился сон про коронавирус я говорю владимир какой сон он говорит я забыл не помню но вот не помнит и все и я говорю ну давай помолимся и ты вспомнишь и я говорю господь если сон от тебя то ты тогда и напомни этот сон я возложила ему руки на голову и на дух помолилась и буквально прошло минута и ребенок вспомнил полностью весь сон и подробности сна и мне очень сильно коснулась в дух потому что я понимала что это господь и дело не просто веселье в карантине но есть очень большая глубина и буквально в течение получаса мне пришло полное столкование братья и сестры скажу честно меня настолько коснулась и вот сейчас кто слушает люди которые ходят в господи которые поклоняются ему в духе истине которым открыты какие-то времена какие-то сроки те кто получал слово от господа по отношению зеленского по отношению карантина что есть карантин и кто есть зеленский для страны и кто знает огне пробуждение восстановление скинии давида который выйдет из украину и пронесется по всему странам в этом последнее время того этот сон и это истолкование очень коснется и когда я получила полное столкование возможно кому-то еще что-то придет откроется еще большая полнота свое время или может быть кому-то из братьев и сестров сестер вы можете писать нам в комментариях можете звонить делиться будет очень приятно я плакала друзья потому что бог очень коснулся и я понимаю что очень серьезная ответственность высвободить такой сон и брать на себя ответственность говорит что это господь но этот сон он подтверждает то что уже было открыто чтобы нас укрепить чтобы нас ободрить и бог показывает что он с нами разговаривает он разговаривает не только с нами но и с детьми поколением последнего времени подрастающим поколением и что также через них господь говорит и это да и аминь и вот чтобы не открывается друзья я буду зачитывать потому что мне пришлось это записать так как она открывалась откроется границы тогда когда в украине будет высвобождена и подготовлена полное восстановление скинии давида которая выйдет из украины огнем и пронесется в россию и по всему лицу земли владик увидел что поезда открыты в россию это и значит огонь с украины в россию и далее по всем странам поэтому зеленский радовался это как прообраз восстановления скинии давида поклонения в духе и истине это акт примирения с богом восстановления в с ним взаимоотношений и это указывает и подтверждает принадлежность того что зеленский конкретно помазанник и да и аминь без сомнений как давид помазан на царство израиля так зеленский на царство украины но плотно связан с израилем он еврей по крови и по сердцу божьему в духе украина израиль как было открыто альфа и омега украина конец времен и начало восстановления скинии давида которая пронесется по всему лицу земли и до края и будет проповедана евангелие царство чистое непорочное восстановление скинии давида завет вечный между богом и человеком и тогда придет конец аминь евангелие открыто уже всему миру но нет последней части завершения восстановления скинии давида и именно эта часть пронесется по всему лицу земли огненным посланием в силе в славе в совершенстве в чудесах и воскрешении нового завета поднятие поколения времени последнего времени владик проповедовал евангелие это как прообраз поколения последнего времени именно это поколение последнее которое пройдет и пронесет скинию по всему лицу земли именно они будут среди народа ничего не боясь и не страшась немало не сомневаясь нести евангелие стал на бочку и означает поднялся поднятие поколения евангелистов пророков апостолов последнего времени зеленского он видел немного старше чем сейчас во сне лет около пятидесяти ему значит это то как увидел владюша что зеленский был немножко старше чем он сейчас есть значит это будет не совсем завтра или через полгода бог дает еще время и господь взывает и говорит восстань украина из праха и пепла и облекись суды моей праведности и милости покайся и перемирись со мной и я проведу тебя в ковчег завета и ты войдешь во святое святых и пронесешь это слово по всему лицу земли и так будет да и аминь грядет звезда светлая и утренняя иисус христос корень и потомок давида и узрит его все лице земли он воссияет в славе и зажжется на небе и накроет все лицо земли в виде поднятия поколения последнего времени и тогда придет конец откровение двадцать два семнадцать и дух и невеста говорят приди и слышавши да скажет приди жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром аминь когда мы увидим все это знаем что бог верен народу неверующему это закрыто а избранным его он открывает признаки и времена и подтверждает слово свое друзья как во сне зеленский радовался и танцевал и владюша мне рассказывал что зеленский танцевал по типу как он видел давид в сериале это постановка похожая как она описана слове божьем как танцевал давид плясал так и было показано что он плясал и танцевал и радовался зеленский окончанию коронавируса но суть не коронавируса а суть того что восстановление скинии давида и то что огонь пронесется по всему лицу земли и когда мы увидим окончание карантина и открытие границ это и будет означать что скиния давида она восстановлена полнота восстановления в украине она пришла и недавно я размышляла и господь вкладывал в дух такие вещи что об этом уже знают все верующие люди которые знают господа что карантин установлен господом для того чтобы люди его искали и у меня было понимание что вот этот карантин он откроется тогда когда придет полнота восстановления скинии давида когда придет полнота огня который вырвется и пойдет когда этому огню настолько будет украина наполнена огнем божьего духа что знаете как украину будет распирать и тогда этот огонь он боже он откроет эти границы по божьему повелению и правители и те кто за всем этим стоят они знают скорее всего что это господь и потому что без бога такое невозможно сделать по всему лицу земли возможно происходят беды и все что происходит нехорошее что мы видим это тоже богом допущено но для нас верующих главное что идет восстановление скинии давида поклонение в духе истине это самое прекрасное это то что хотели видеть апостолы скорее всего нового завета а мы это видим с вами поэтому для нас это вообще очень большая радость что господь с нами так говорит и мы проживаем все эти действия пусть господь укрепит поколение подрастающее которое возможно пройдет гонение испытания и мы вместе с ними но их пусть укрепит сильнее чтобы они это все прошли и вот что еще хочется добавить друзья что мы настолько должны быть чистыми и я за свидетельствую что господь очень сильно очищает что чем больше он прикасается люди божьи знают что чем больше бог прикасается открывает тем больше открывается наша греховность природная вот это человеческое и бывает бог допускает ситуации в нашу жизнь когда греховность подымается и ты понимаешь что тебе еще очищаться и очищаться насколько ты еще не очищен когда ты думаешь что ты вот-вот и очистился от чего-то на бог подымает и показывает глубину поэтому нам сейчас время очищаться и очищаться входить во святое святых скинию и прикасаться к ковчегу да могут только те кто очищен освящен только тем могут слышать господа четко и не сомневаясь не говоря неправильных вещей слава богу бог по милости нам при очищении при нашем открывает вот такие вещи мы благодарны но как мы видим благодарны господу но как мы видим ветхом завете когда несли ковчег завета озу повозка поколыхалась и озу притронулся к ковчегу чтобы поправить его чтобы он не упал и он был замертво потому что нести ковчег могли только левиты и прикасаться к нему могли священники левиты будучи очищенные от греха очищенные господом только они могли поэтому давид устрашился и не смог сразу внести иерусалим ковчег завета поэтому друзья прежде чем нам говорить что это не господь или пытаться каким-то образом ходить во святое святых будучи не очищенного и не покаявшимся во грехах то есть для нас это грех для нас это смерть скажем так потому что нам лучше очищаться и приходить к богу покаяние и тогда входить к нему его тронный зал потому что мы не все супер святые крылья у нас сзади нету мы еще очищаемся очищаемся и будем очищаться люди божьи знают что такое очищение и какой этот огонь и как этот огонь сходит и как огонь божий и его слова как она достается это крест это реальный крест который нужно пронести каждому кто посвятил свою жизнь господу за ковчег и давида как его несли написано второе царство 6 глава и в первом параполиминон 13 глава там каждый может прочитать очень подробно кому-то может быть что-то еще откроется я не буду сейчас трактовать потому что мне сейчас как бы не было это трактовать потому что каждый может это прочитать поэтому друзья было еще такое понимание что всякий кто говорит хулу на зеленского говорит хулу на бога ибо он помазанник не человеком но богом с неба его воля не наша воля и пути божьи пути не наши и и господь во сне подтвердил что он помазанник он такой же помазанник был как и давид и что никто из нас не имеет права на зеленского говорить хулу чтобы мы не видели происходящее в стране обычно люди ропщут на страну видя там платежки цены кого-то что-то не устраивает а знаете друзья как не устраивало при других президентах народ все не устраивало так и при зеленском не устраивать но какой бы какие бы мы не видели вокруг ситуации и происходящее в стране он помазанник и мы должны это помнить должны это знать и каждый кто хулит нашего президента тот будет отвечать перед господом потому что бог донес свое бог показывал неоднократно открывал верным своим что зеленский помазанник и открывал это и нам открывал и другим людям открывал до выборов еще что зеленский помазанник много лет назад господь давал слово что бог даст помазанника украине вот он друзья вот он помазанник которого дал нам господь будем молиться за него кто не молился кому не было открыто пожалуйста присоединяйтесь к молитвам за власти дабы иметь нам же стихую безнадежную и не будем роптать на то что мы видим но будем ожидать то что господь нам приготовил это огонь его которые сейчас нужно принимать поэтому пусть господь на всех укрепит благословит очень сильно наполнит наших деток пусть он еще открывает нашим деткам вот и нас учит через детей вот не только через нас бог и также через деток и это очень интересно это очень радостно я была так реально наполнена но божьей радостью когда вот так вот одному приснился сон другому пришло истолкование донесли до народа божьего поэтому пусть господь вас всех благословит обнимаем вас всех с любовью иисуса христа аминь аминь